Ухожу, надоело. В принципе, все, что успел наговорить тренер Александр Каспирович за последние дни, можно было бы выразить так предельно коротко. Устная договоренность о работе личного тренера Александра Логинова с Федерацией Болгарии всколыхнула карантинное биатлонное общество. Но особых беспокойств за судьбу лидера сборной все же не вызвало. Народ биатлон любит. А значит, не щадит в оценках. Оправдания рождают смуту в рядах. Смута – перевороты. Хотя лучше бы, конечно, было просто готовиться к сезону в штатном режиме, а не разбираться потом по его ходу, а что это патроны не так летят. Министерство спорта новых тренеров, которых предложило правление СБР, а потом и без подписи президента Федерации отправило на утверждение, еще не одобрило. Да и не могло это сделать, при действующем-то президенте. А то, что кто-то хочет его сместить, так это к делу не пришьешь. По настоянию правление региона должны зачем-то снова выбирать президента. Но внеочередной конференции еще тоже не было. А заседание экспертного совета Министерства спорта РФ по биатлону, по итогам сезона ежегодно дает оценку работе Федерации и тренерского штаба, теперь пройдет повторно после предоставления дополнительных сведений о проделанной работе тренеров и специалистов. В общем, как сказал в знаменитом фильме «Семь стариков и одна девушка» некто Сидоров, женщины уже в волейбол играют, а мы все время на месте топчемся. Это просто оскорбление мужского пола. В биатлонном случае России и женского тоже не играет никто. Бывшие в сезоне тренеры формально дослуживают в сборной России, до 31 мая еще неделя. А неформально, один уже почти что в Болгарии, старший тренер женской сборной Виталий Норицын его зовут. Уходит специалист по приглашению Болгар, но с подачи Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова. Касперович дал согласие возглавить объединенную сборную страны, будет главным тренером. Кстати, тренеры вместе работали еще в юношеской сборной России. Виталий Норицын, и это буквально сквозит в каждом его слове, очень колебался при принятии решения, покидать нашу сборную ему тяжело, он этого и не скрывает. И говорит, что душой я еще здесь. Хотелось остаться здесь. Ждал каких-то изменений, что меня увидит в роли одного из тренеров сборной. Но перспектива остаться в обоими биатлона на этапах Кубка мира и чемпионатах все же одержала победу. Россия такого Норицына не обещала. Да и вообще ничего не обещала. Ни одной российской сборной разных уровней не пригодился. Уход Касперовича тренировать другую страну не очень-то и удивляет. За плечами тренера, свежий скандал на чемпионате мира из-за отсутствия аккредитации. Лидер сборной на главном старте без личного тренера, звучит не очень грамотно. Правда, в реальности бывает сплошь и рядом. Но если учесть, что сотрудничеству Логинова и Касперовича уже много лет, то можно было бы аккредитацию и найти в недрах федерации, а не подставлять украинцев. И даже сегодня в словах Касперовича прорывается обида, и аккредитацию не дали, и туристам назвали, и никак не поддержали в Италии. Освести все объяснения, зачем специалисту Болгария, не самая сильная биатлонная держава, можно к одной цитате, есть определенные моменты, из-за которых я не хочу присутствовать в российской команде. Меня там, если говорить коротко, видеть не особо хотят. Из моих бесед с тренерами стало понятно, что их цель, не деньги, а результат, заявила Екатерина Дафовска, олимпийская чемпионка Нагана 98, уже 10 лет возглавляющая федерацию биатлона Болгарии, на пресс-конференции. То есть, услышал весь мир. И президент еще потом пояснила, мы полностью доверяем человеку, который обладает знаниями и качествами, необходимыми для работы на уровне национальной сборной. А такие слова тренерскому сердцу и ушам, слушать бы и слушать. Особенно, когда предоставлены все возможности для работы и руки развязаны. Карьера Касперовича в сборной России началась очень давно, были и взлеты, и проигрыши, работал и с женщинами, и с мужчинами. Но сегодня, личный тренер Александра Логинова, и это звучит гордо. А еще, главный повод нынче для беспокойства болельщиков. С Сашей я общался постоянно, он был в курсе. Отнесся с пониманием, сказал, что это хорошее предложение. Такое развитие событий, плюс для Александра. Ведь я буду работать на этапах Кубка мира, на других стартах. И значит, что смогу быть рядом с ним. Что касается совместной работы, то она не поменяется. Мы и раньше больше работали дистанционно. По ряду причин я не мог проводить с ним много времени на сборах. Прилетал буквально на пару дней, никого из россиян не присматриваю. Никогда этим не занимался, ни в коем случае. Может быть будем привлекать их как спарринг-партнеров, потому что я продолжаю также сотрудничество с Питерской Федерацией, говорит Каспирович. Случится переход тренеров на работу в другую страну или не случится, мы узнаем, когда откроют границы. Пока они на вирусном замке, и это значит, контракты не подписаны, есть устные договоренности. А дело это такое, на тоненького, неустойку за откат назад платить не надо. Но, при многих нестыковках в объяснениях Каспировича в эти дни, по собственному выражению тренера, в косяках, откат этот вряд ли возможен. Да и зачем? Реванш или нет, это Виталий Норицын и Александр Каспирович оставят глубоко при себе, а результат работы в чужой сборной в комментариях нуждаться не будет. До Олимпийских игр, два года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова